МАКСИМ ТКАЧЕНКО Как было отмечено, Почта России проводит большую модернизацию всех сфер своей деятельности. Предприятие обладает огромным потенциалом развития, которое последовательно реализуется по всей стране. Почта России выполняет важную социальную функцию для всех жителей Калмыкии, предлагая десятки услуг. «Будем продолжать сотрудничество», – сказал Батухасиков и привел слова президента России Владимира Путина о том, что ни одно из почтовых отделений не должно быть забыто. В Калмыкии функционируют 128 объектов ведомства, 4 почтанта, 140 стационарных отделений службы, участок курьерской доставки и автобаза. Глава региона пояснил, что в Калмыкии в 2022 году планируется отремонтировать 11 отделений почтовой связи и 3 логистических объекта. Будут модернизированы почтовые отделения в сельской местности, улучшены условия труда работников организации. «От обеспеченности кадрами и грамотного руководства напрямую зависит и уровень оказываемых услуг», – отметил Батухасиков. «Кроме того, особое внимание повышению качества обслуживания клиентов. Важно, что эта работа делается в первую очередь для наших земляков, проживающих в сельской местности», – добавил глава Калмыкии. С 29 июня в России вступит в силу закон, запрещающий приобретать огнестрельное оружие лицам младше 21 года, если они не прошли либо не проходят службу в государственных военизированных организациях. Также, согласно изменениям, запрещается выдача лицензий на приобретение оружия гражданам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления, совершенные с использованием оружия. Еще одна инициатива, направленная на совершенствование в сфере оборота оружия, вступит в силу с 1 марта. «Граждане и владельцы оружия должны проходить медицинское свидетельство на противопоказание владения оружием только в медицинских, государственных и муниципальных системах здравоохранения. То есть, с 1 марта наши подразделения лицензионно-разширительной работы не будут принимать медицинские справки с частных организаций, медицинских организаций». Отмечу, 12 февраля сотрудники подразделения государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы отметят день создания службы. Сегодня подразделение входит в состав Национальной гвардии и осуществляет федеральный государственный контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия, частной охранной деятельности и многом другом. Ранее эти полномочия возлагались на подразделения Министерства внутренних дел. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии номер 2 Уфсин Калмыкии обвиняется в превышении должностных полномочий. Мужчина передал осужденному мобильный телефон за вознаграждение. По версии следствия, 30 октября 2021 года примерно в 8 часов обвиняемый прибыл к месту службы, где реализовал осужденному отбывающим наказанием исправителям учреждений мобильный телефон за денежное вознаграждение. Следствием проведены достаточные следственные и иные процессуальные действия, свидетельствующие о совершении обвиняемым инкриминируемого ему преступления. В ходе осмотра места происшествия реализованный мобильный телефон следователям изъят и в нем обнаружены сведения, указывающие на его принадлежность сотруднику исправительного учреждения. Под давлением собранных доказательств, в том числе показания осужденного, обвиняемый признался в продаже мобильного телефона и дал изобличающие себя показания. В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В эти дни в Государственном театре танца Калмыкии Айраты идет большая и кропотливая работа над постановкой этнобалета под рабочим названием «Медноклювая птица» по мотивам калмыцкой народной сказки «Медноволосая девушка». Автором этой сложнейшей и уникальной постановки является художественный руководитель Петр Надбитов. Идея создания первого этнобалета в Калмыкии появилась в 2019 году. Тогда еще Петр Тимофеевич трудился над мюзиклом «Однажды в Америке», а параллельно разрабатывал новый грандиозный проект. Сказка повествует о жизни мальчика Зорикто, о «Медноклювой ведьме» и спасенной ею маленькой девочке. Как пояснил Петр Надбитов, это история о судьбоносной встрече и силе любви, о становлении личности и познании всемогущей силы и власти, о человеческом коварстве и истинной дружбе. «Вот это главный герой Зорикто. Он вырос у приемной матери. Маленького взяли, и он вырос у матери. А у него друзья. Две собаки и кошка была. Вот. И подрос, 11 лет исполнился, и он пошел на охоту, так как они бедно жили с матерью. Вот. И мать отпускает его с трудом. Ну вот он там встречается с волками, дерутся они, порваны, возвращаются домой, но с добычей». От идеи до воплощения проходит не один год, признается Петр Надбитов. Под его чутким руководством кипит работа не только на сцене, но и в швейном цехе, где мастера готовят реквизит и шьют новые костюмы. «Вот эти костюмы, старинные костюмы, смотри. Рукава какие, посмотри. Вот тут мальчик танцует. Вот плечи какие, посмотри. Вот здесь до локтей узко, а там расширенные. На плечах торчат сборки большие. Вот эти надо все восстановить». Любовь Долгина работает в швейном цехе более 15 лет. За эти годы при ее участии отшита не одна сотня костюмов. Для этнобалета несколько раз выбирала световая гамма, эскизы и модели. Сложнее всего придумывать образы животных, а их в этой постановке будет немало. Также будет реконструирован калмыцкий костюм, который носили наши предки. Сейчас уже готова выкройка, которая адаптирована к швейному производству. «Мы сейчас начинаем шить по эскизам, которые Петр Тимоевич принес. И начинаем ткань купили. Будем раскраивать. Раскраиваем уже. Уже образец сделали, посмотрел. И это первое у нас получается снег. А потом будет у нас идти последующие мыши, крысы». Автором музыки к этнобалету выступил известный российский композитор из Уфы Марат Файзулин. Из Калмыкии ему отправили либретто, написанное Петром Надбитовым. Вдохновившись новой постановкой, Файзулин приступил к работе. Свой первый приезд в листу он привез половину материала, а после начал работу с оркестром. «Да, зритель. Главное, чтобы зритель понравился. И поэтому хочется сделать так хорошо, так красиво сделать, чтобы зритель вышел, сказал «хорошо, очень хорошо». И поняли, что я хочу. И чтобы тот результат, который тянул композитора, художника, швей, балет, оркестр, тащу, как надо сделать. И если получится результат, тогда я доволен. В постановке задействован не только коллектив театра танца «Айраты», но и воспитанники детской хореографической студии «Тенгреньки» при театре танца. Ведь Петр Тимофеевич всегда уделяет большое внимание преимственности поколений и обучению профессиональных кадров. Ну а премьера этнобалета состоится во второй половине 2022 года. В Элисте завершилась иммерсивная выставка «Поезд Победы». За три дня пребывания в столице Калмыкии более 3,5 тысяч жителей республики успели ознакомиться с экспозицией. Многие элистинцы приходили на железнодорожный вокзал с детьми, что символично, ведь «Поезд Победы» призван в первую очередь сохранить историю и передать ее подрастающему поколению. Эти дни смотрела и наблюдала за, скажем, комментариями детей, которые проходили через выставку. И, честно говоря, одна девочка свои комментарии, или сдерживая слезы, и я понимаю, что выставка удалась, потому что она смогла это ощутить на себе, прочувствовать всю ту боль, все те испытания, через которые прошли все наши предки по всей стране. «Предвоенные годы, Великая Отечественная война и Победа». По этому историческому маршруту посетителей ведет девушка Лидия. Аудиогид в наушниках и экспозиция помогают полностью погрузиться в те времена. Все экспонаты в поезде восстановлены по фотографиям в период с 1941 по 1945 годы. Пройдя все семь вагонов поезда, ветеран Великой Отечественной войны Петр Леонтьевич Леонтьев отметил, что объекты выполнены на отлично и выглядят в точности, как это было. Это величайшее событие, умный человек это придумал. Я вот прошел, видел всю свою жизнь, понимаете, действительно так было. Вот это событие для вас тоже, я думаю, интересно. Вы должны знать своих предков, дедов, отцов. Действительно, у нас было такое трудное время. Также экспозицию «Поезд Победы» посетил ветеран труда России Иван Басангович Немгиров. Он подчеркнул, Калмыкия в этом году отмечает несколько событий. Это и 80-летие 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии, 80-летие начала строительства железной дороги Астрахань-Кизляр, а также 80-летие освобождения Элисты от немецко-фашистских захватчиков. Символично, что «Поезд Победы» прибыл именно в этом юбилейном году. Также он поблагодарил организаторов за представленную экспозицию. Большое вы дело делаете. Трудно было смотреть на эти картины поры войны, тех дней, блокаду Ленинграда, вагоны, бои, воинов, наших военачальников. Ваш поезд «Победы», проезжая по всей России, вы поднимаете память, укрепляете нашу гордость и силу даете и объединяете все наши народы России, участников войны, новому поколению, которому дальше держать и поднимать Россию. Дай Бог вам удачи, здоровья. Большое вам спасибо. Большое спасибо за ваши слова. Спасибо, что пришли. Если мы вызываем такие эмоции, значит поезд работает не зря. Я желаю вам здоровья. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Рад вас видеть. Проведя три дня в Элисте, состав передвижного музея отправился дальше по маршруту. Уже 13 февраля выставка будет доступна для жителей Республики Дагестан в Махачкале. Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, который устанавливает единые правила проведения дистанционного электронного голосования для всех регионов и на выборах всех уровней. При помощи этой инициативы избирателю не нужно находиться в дни выборов на территории своего избирательного участка. Проголосовать дистанционно можно при помощи компьютера или телефона. Напомню, в сентябре 2019 года практика применения удаленного голосования была применена на выборах депутатов Московское ЗАГС Собрание. Также удаленно можно было проголосовать на общероссийском голосовании по принятию изменений в Конституцию Российской Федерации в Москве и Нижегородской области. «Самое главное, чтобы эта технология работала правильно, чтобы подсчет голосов, здесь, конечно, многое будет зависеть от технической составляющей, то есть как это будет технологично выстроено. Здесь, конечно, работают специалисты, профессионалы, сделаны хорошо, разработчиков. Ну и самое второе, наверное, это сам процесс этот проследить, да, соответственно, какое-то наблюдение. Сейчас мы знаем, что есть же общественное наблюдение за выборами, и здесь, я думаю, что без этого тоже не обойдется. То есть должно еще быть общественное наблюдение и за таким голосованием, за дистанционным тоже. И экспертная какая-то группа, и общественники, да, и все уровни, я думаю, здесь также должны участвовать, то есть не оставаться в стороне. В целом, как бы, я думаю, она заработает и будет иметь такой положительный отклик, отзыв в целом у населения, у избирателей. Немаловажным фактом является то, что дистанционное электронное голосование, как любая система электронного голосования, является таким элементом быстрого и оперативного подсчета голосов. И, соответственно, вот эта многотысячная команда избирательных участков, УИКов, наблюдателей, они, соответственно, не будут обременены многочасовыми подсчетами. И я всецело за систему дистанционного электронного голосования. Те поправки, которые планируются внести, они существенно картину не меняют, лишь корректируют определенные ее элементы. Поэтому будем надеяться, что данная система электронного голосования будет у нас в регионе, применена на ближайших выборах. ДТП со смертельным исходом. В Киченеровском районе КАМАЗ столкнулся с Нивой. Это случилось 11 февраля в 13 часов 15 минут на 186-м километре федеральной отодороги Р-22 Каспий. По предварительным данным, в результате аварии от полученных травм на месте ДТП скончались водитель и три пассажира автомашины ВАЗ-2121. Один пассажир легковушки доставлен в медицинское учреждение.